Всем привет! В эфире информационная программа «Ваше шоу плюс» на телеканале Европа плюс ТВ Беларусь. С вами Маргарита Кочанович. Заслуженный артист России, пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овации» возвращается на сцену. Концерт Николая Носкова станет настоящим подарком для всех поклонников артиста. Концертный зал «Минск», 12 ноября, 19.00. Сейчас Мэри одна из немногих, чья искренно смогла достичь вершин топ-чартов. Мэри Гу, певица, покорившая индустрию своими проникновенными текстами и чувственным вокалом, выступит в «Прайм-холл» и презентует свой новый альбом. Трогательные, берущие за душу стихи и песни, яркие танцевальные хиты, искренность, харизма певицы и только живой звук – все это будет частью большого концерта 12 ноября в 19.00 в «Прайм-холл». Телевизионная дива, королева музыкальных чартов, а также самая популярная персона Инстаграма. Ольга Бузова возвращается в Минск с большим сольным концертом. Ольга Бузова, 23 ноября, «Прайм-холл», 19.00. Раз в году «Феникс Флейм» собирает всех друзей на традиционный большой концерт – групп, объединенных лейблом «Феникс Рекорд». Встречаемся 25 ноября в 19.00 в Минском клубе «Джинджер», улица Притыцкого, 62, корпус 3. 26 ноября в «Прайм-холл» вы услышите «Отпускаю», «Спасибо», «Легендарную», «Знаешь ли ты» и другие хиты певицы Максим. Такое событие точно нельзя пропустить. Андрей Пуракинесис в рамках масштабного тура по странам СНГ выступит в Минске с уже ставшими классикой, старыми и новыми песнями из грядущего альбома Dogma Hub, 25 ноября, 20.00. Анна Асти – первая русскоязычная исполнительница, попавшая в ТОП-50 мирового чарта артистов Apple Music. Анна выступит в Минске с большим концертом «Феникс» 7 и 8 декабря, дворе спорта, начало концертов 20.00. С вами была Маргарита Кочанович с информацией о предстоящих концертах. Уже давно мечтаете воплотить в реальность свои задумки уютного и красивого интерьера? Комплексный ремонт под ключ квартир, офисов, коттеджей. Опыт более 15 лет. С нами комфортно и просто. Велком плюс 375 29 344 09 30 Погода в ноябре в этом году, по мнению синоптиков, не будет радикально отличаться от средних показателей за прошлые годы. В Минске средняя температура в ноябре днем будет около плюс 4. Ночь уже средняя температура будет на уровне плюс 1. При этом максимальная температура в этом месяце плюс 13, а минимальная минус 15. На протяжении ноября в Минске переменная облачность, а дней с возможными осадками 14. С вами Василий Саворобец и прогноз погоды по Беларуси 7 по 14 ноября. В течение недели по прогнозу синоптиков ожидается В Минске днем в среднем до 8, ночью до плюс 4, преимущественно пасмурно. В Гомеле днем в среднем до 8, ночью до плюс 4, в течение недели пасмурно. В Гродно днем в среднем до 10, ночью до плюс 7, переменная облачность. В Могилеве в течение недели днем в среднем до 7, ночью до плюс 4, преимущественно пасмурно. В Витебске в течение недели днем в среднем до 8, ночью до плюс 4, пасмурно. В Бресте в течение недели днем в среднем до 10, ночью до плюс 6, переменная облачность. С вами была Василиса Воробец. Хорошей погоды вам и удачной недели! С вами Александра Даниленко и общий гороскоп на неделю с 7 ноября по 13 ноября 2022 года. Овин, выясняя отношения и отстаивая свои права и независимость, наберитесь терпения и мудрости. Посмотрите на себя со стороны. И, возможно, вы увидите способ изменить ситуацию в свою пользу. Неделя будет благоприятна для работы и налаживания личной жизни. Подготовьте прочный фундамент для будущих крупных проектов. Телец. Будьте предусмотрительны. Не переоценивайте своих возможностей. В понедельник вам может показаться, что вы совсем справитесь, но результаты дня могут разочаровать вас. В четверг вам просто необходимо прислушаться голосу своей интуиции. Она подскажет вам, как правильно сделать выбор. На работе перед вами возникнут новые задачи. Придется общаться с незнакомыми людьми. В субботу стоит начинать реализовывать задуманное. Близнецы. На этой неделе погрузитесь в работу. Разберитесь с накопившимися делами. Во вторник можно ожидать солидную прибыль. Возможно, интересные поездки и встречи. В среду вы можете рассчитывать на помощь друзей. В пятницу возможны перспективные предложения. Ваши творческие идеи непременно оценят. Рак. Свои планы и замыслы лучше сохранять в секрете. Тогда будет больше шансов реализовать их. Подумайте о повышении вашего профессионального уровня. Пятница. Это хороший день для того, чтобы устроиться на новую работу. Или справиться с накопившимися делами, которые вы откладывали в долгий ящик. Лев. Результаты работы смогут нынче вас разочаровать. Постарайтесь не выяснять отношения с деловыми партнерами и членами семьи. Пятница благоприятна для научных исследований и открытий. Детям будет необходима ваша помощь и поддержка. Постарайтесь уделять им больше внимания. Дева. Эта неделя может быть яркой и непредсказуемой. Во вторник ждите события, которые откроют перед вами новые горизонты. В среду текущие дела смогут подождать. Это удачный день для начала путешествия. Общение в дороге принесет незабываемые впечатления. Суббота. Благоприятный день для реализации самых дерзких замыслов в личной жизни. Весы. Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, так как эти дни открывают перед вами самые блестящие перспективы. На этой неделе стоит заложить фундамент для будущих отношений. Во второй ее половине придется доказывать начальству, что вы способны на многое. В незнакомой обстановке проявите разумную сдержанность. Это позволит избежать недоразумений. Скорпион. Пора стряхнуть с себя лень и вновь устремиться к новым целям и свершениям. Начинайте прямо с понедельника и вы многое сможете успеть. Ваши новые проекты окажутся успешными. Ваши идеи понравятся заказчику и принесут вам прибыль. Воскресенье – удачный день для активного отдыха на лоне природы. Стрелец. В понедельник и вторник вам необходимо следить за своей речью и не идти на поводу у эмоций. Среда принесет дополнительный заработок. Не слишком увлекайтесь творческими фантазиями, делайте акцент на их реализацию. Козирог. На этой неделе у вас появится возможность сделать много добрых дел и добиться значительных успехов на работе. Но это не повод задирать нос. Самым неэффективным днем может оказаться понедельник, когда не стоит начинать ничего нового и желательно соблюдать во всем осторожность, особенно в высказываниях. Во вторник не отказывайтесь от помощи друзей. В субботу незапланированная встреча откроет перед вами новые перспективы в личной жизни. Водолей. Накопившиеся проблемы надо решать. Отложиться на более дальний срок вам вряд ли удастся. В понедельник вас многое будет отвлекать. Сконцентрируйтесь на главных делах. Во вторник и среду вам придется отстаивать свою точку зрения. Не нужно идти на поводу у других людей, пусть даже очень влиятельных. Рыбы. Нынешняя неделя благоприятна для карьерного роста и достижения намеченных целей. А вот в семье возможны разногласия. С вашим мнением не всегда будут считаться. В четверг постарайтесь не опаздывать, вести себя пунктуально и соблюдать взятые на себя обязательства. Иначе рискуйте поссориться с большим количеством людей. С вами была Александра Даниленко и Гороскоп на неделю. С вами Александра Даниленко и новости киноиндустрии. Хорошая новость для всех, кто может выдержать актерскую игру Оксаны Акиншиной. Старт выкатил второй сезон хайпанувшего в том году контейнера целиком. Обычно мы дожидаемся, когда выйдут все серии, а потом смотрим. Но так сложнее избежать спойлеров. А тут удача сразу на нашей стороне. И да, сериал советуем смотреть в темноте. И если не на телеке, то на ноутбуке. Иначе есть риск не разглядеть половину действий. Такая вот аллюзия на «Игру престолов» от российских сериалоделов. Disney сняли первый в своей истории анимационный фильм, главная героиня которого – мультяшка размера плюс сайз. Проект «Рефлект» рассказывает о балерине по имени Бьянка, которая борется со своим собственным отражением в зеркале и обретает веру в себя через танец. Мультик вошел в серию вдохновляющих короткометражек. Самая безумная короткометражка недели – клип Гарри Стайлза на песню Music for a Sushi Restaurant. Главный герой превратился то ли в русалку, то ли в спрута, то ли во владычицу морскую в перьях Гуччи и жемчужной короне. Любителям суши лучше отойти подальше от экранов. DC опубликовал трейлер комикса «Загадочник» год первый, который является приквелом Бэтмена Мэтта Ривза. Сценарий графической новели написал Пол Данно, исполнивший роль антагониста в фильме. Первый из шести выпусков вышел 25 октября. Третья часть «Венома» обрела режиссера, познавшего франшизу от и до. Как сообщает Deadline, за постановку картины будет отвечать Келли Марселл, сценаристка первых двух фильмов про симбиота. Также она работала и над сценарием триквела вместе с Томом Харди. Если вы думаете, что сложно совмещать карьеру и личную жизнь, то позавидуйте героям сериала «Надвое» от Wink Originals. Мелодрама показывает, как сложно вести двойную жизнь. Две девушки переворачивают с ног на голову жизнь очень разных парней – семьянина Кости и бабника Сани. Самое классное тут, что Костика и Саню играют Данила Козловский и Александр Петров. А это их первое совместное появление в одном кадре. И честно, это тот дуэт, который мы так долго ждали. Не так давно мы с вами пережили возвращение телепузиков на большие экраны. И вот на очереди Чебурашка. Судя по трейлеру, это теперь полноценная социальная драма, где дамы в пауэр-лук конфликтуют с простыми рабочими за ушастого. Все это на фоне мандаринов и капризных детей. Мы увидим становление Чебурашки в мире людей, его социализацию и все это без крокодилогены на фоне коллективной старухи Шипокряк. Богатые женщины в красивых шляпах, которым нужен этот неведомый науке зверь. Вы смотрели информационную программу «Ваши шоу плюс» на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь». Программу подготовили Маргарита Кочанович, Василиса Воробец, Александр Даниленко и Владимир Мухортов. Продюсер программы Андрей Буяльский. Партнеры программы «Музыкальная школа Джемна Герсон 2А» и фотостудия «Фотохапна» Кубакова Сайди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова